МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «За чертой». Здравствуйте! Меня зовут Ольга Коростелёва. В ближайшие 20 минут я расскажу вам о самых резонансных событиях уходящей семидневки. Харьковские правоохранители расследуют самоубийство экс-главы «Инвестора». Аналоговики задержали водителей, которые везли 12 тонн спирта. Подробности смотрите в программе уже через минуту. Загадочное самоубийство. Не укладывается в моей голове то, что совершил Аваков Арсен Борисович. Экс-глава компании «Инвестор» выбросился с балкона. Так и, ну, горный дядька. В милиции считают, что мужчину довели до суицида. А вот кто – выяснит следствие. Стрельба в лозовой. Один другому из баллончика побрызгал в лицо. Трое водителей не поделили дорогу. Для чего вы приобрели? Вообще, как бы, и для охоты, и самозащиты. Один попытался застрелить другого из травматического пистолета. Двенадцать тонн спирта для поддельной водки. Уже на посту ГАИ узнал, что это за воду водка. Двое мужчин перевозили контрабанду, замаскированную под подсолнечное масло. Сейчас совместно с работниками СБУ устанавливаются каналы поступления данного сырья в Харьковской области. В Харькове на прошлой неделе произошло резонансное самоубийство. С него и начнем сегодняшнюю программу. Из окна собственной квартиры на девятом этаже выбросился бывший управляющий компанией «Инвестор». Эту должность в бизнес-структуре экс-губернатора Арсена Авакова Александр Матылевский занимался с 2005 года. В милиции по факту возбудили уголовное дело – доведение до самоубийства. Трагедия произошла в этом доме. Александр Матылевский выбросился из собственного балкона на девятом этаже. В его квартире правоохранители нашли окровавленный нож. По их версии, погибший сначала пытался перерезать вены, но попытка не удалась. Тогда бизнесмен подставил к балкону табурет и выпрыгнул. Правоохранители опросили всех соседей погибшего. Правда, о нем практически никто ничего не знал. Да и самой трагедии никто не видел, только слышали, как кричала супруга Матылевского. То есть, что она упала, или что она так и выкнула меня. Первым о смерти своего бывшего подчиненного публично сообщил экс-губернатор области Арсен Аваков. На своей странице в соцсетях он обвинил в самоубийстве коллеги, правоохранительные органы. Дескать, они оказывали на погибшего давление во время расследования дела, в котором фигурировал инвестор. Человек не выдержал давление обстоятельств. И хотя после года прессинга с мая уже не работал в компании, в покое его не оставили. Допросе в УБОПе, угрозы и давление вывели человека из себя. В бизнес-структуру Авакова Матылевский пришел еще в 90-х, работал в корпорации «Пирамида». С 2005-го был замглавы правления инвестора, а с сентября 2011-го до мая 2012-го исполнял обязанности главы правления компании. В прошлом году руководители фирмы стали фигурантами нескольких уголовных дел. Самое известное из них – о земельных махинациях. Однако правоохранители уверяют – Матылевского они не допрашивали. «Сообщения в средствах массовой информации, точнее в интернете Аваковым о том, что в чем-то виноваты правоохранительные органы, не имеют никаких оснований, потому что Матылевский в правоохранительные органы не приглашался». В свою очередь в следственном управлении УВД отмечают. Не исключено, что на решение Матылевского покончить с собой повлиял и сам Аваков. Дескать, в квартире погибшего нашли пять предсмертных записок. Все арестованы родственникам, но одна, названная сага о людях и нелюдях, предназначена бывшим коллегам. «Не укладывается в моей голове то, что совершил Аваков Арсен Борисович. Бог ему судья. Как можно было подставить огромное количество своих сотрудников? Все-таки его кугудство и жадность к деньгам, увы, превышает уровень благородства и чувства ответственности». На основании этой записки в милиции возбудили уголовное дело – доведение до самоубийства. Не против конкретного человека, а только по факту. Обещают, если понадобится допрашивать экс-губернатора, поедут для этого в Италию. А вот судебные заседания по делу инвестора решили от журналистов закрыть. Мол, присутствие СМИ в суде помешает следствию. Об этом и еще других событиях минувшей недели вкратце в нашем дайджесте. Судебные заседания по делу инвестора – это компания экс-губернатора Арсена Авакова – объявили закрытыми. Прокурор, адвокаты и сами подсудимые попросили служителей Фемиды не пускать на заседания журналистов, чтобы сохранить тайну следствия. По делу о незаконном присвоении 700 гектаров земли под Харьковом проходят 8 подозреваемых. На скамье подсудимых пока только трое – бывший глава правления АО «Инвестор» Андрей Перееденко и бывшие сотрудники аффилированных структур – братья Сергей и Александр Кравченко. Уголовные дела в отношении других участников группы до суда еще не дошли. В лесу под Изюмом застрелили харьковского юриста. Трагедия произошла во время охоты. Из собственных источников в программе «За чертой» известно, что стрелявший – директор привокзального рынка в Изюме и, кроме того, депутат местного совета. По версии милиции, один из охотников разряжал ружье и случайно направил его в сторону человека. Оружие в этот момент выстрелило. В прокуратуре возбудили уголовное дело. Стрелявшего обвиняют в убийстве по неосторожности. Сейчас он на подписке о невыезде. Двое харьковчан торговали искусственными шубами по цене натуральных. В интернете сообщники размещали объявления и фотографии. Предлагали норковые шубы производства Италии, Греции и Германии. Покупатели переводили тысячи гривен оплаты на банковские карточки, но взамен получали ношенные изделия из самого дешевого или искусственного меха. Связаться с дельцами обманутым любителям мехов не удавалось. Те отключали телефоны. Вычислили их правоохранители. Узнали, обмануть подельники успели больше 50 человек в России, Украине и Казахстане. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество. На этой неделе в ДТП под Малой Даниловкой погибли два человека. Еще пятеро пострадали. Авария произошла на окружной. Кия обгоняла грузовик и выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с еще двумя автомобилями и врезалась в грузовик. На месте происшествия погибли водитель и пассажир «Фольксвагена». От удара автомобиль отбросила на отбойник. Еще пять человек получили травмы. Среди пострадавших беременная женщина. Правоохранители проводят расследование по факту происшествия. Влазовой мужчина едва не застрелил незнакомца из травматического пистолета. А началось все из-за мелкого конфликта. Два водителя не поделили дорогу. За это один брызнул другому в лицо из газового баллончика. Обиженный мужчина решил выяснить отношения при помощи оружия. ЧП произошло в конце октября в Лазовой. Возле одного из городских кафе двое водителей не смогли разъехаться. Один не пропустил другого. Произошла конфликтная ситуация, в результате которой один другому из баллончика побрызгал в лицо. На следующий день парень решил выяснить отношения с обидчиком. Нашел его номер телефона, назначил время и место встречи. Только при том, как они стали встречаться, один достает пистолет травматический и выстреливает четыре раза у нашего потерпевшего. Три раза проходит мимо и одна пуля попадает ему в живот, пробивает живот и остается там. Из тела потерпевшего медики изъяли резиновую пулю. Внутренние органы она не задела. Правоохранителям по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель села Царидаровка. Патроны, которые мы обнаружили, ваши патроны, где вы их взяли? Купили. У кого? В магазине. В каком магазине? В Охотничьем, в Донецком. В городе Донецке, в Охотничьем магазине купили? Есть разрешение, все есть. С какой целью? В смысле какой целью? Для чего вы их приобрели? Вообще, как бы, и для охоты, и для самозащиты. То есть у вас есть и оружие к этим патронам? Есть. У мужчины оперативники изъяли травматический пистолет и нарезной охотничий карабин. Следователи Лазовского отдела милиции возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас проводят следственные действия и экспертизы. Подозреваемый арестован и находится в Харьковском СИЗО. В Харьков везли тонны контрабандного спирта, из которого потом сделали бы паленую водку. Об этом и многом другом вы узнаете после короткого анонса. 12 тонн спирта для поддельной водки. Уже на посту ГАИ узнал, что это за беду водка. Трое мужчин перевозили контрабанду, замаскированную под подсолнечное масло. В центре Харькова горел жилой дом. Людей пришлось эвакуировать с помощью автолестницы. Жильцы линят в пожаре семью бродяжек. Под Харьковом парень поджег чужой дом. Узнав о том, что его разыскивают сотрудники милиции, в болотистой местности попытался скрыться. Воришка пытался скрыть огнем следы преступления. На выезде из города задержали фуру с 12 тоннами спирта. Под видом подсолнечного масла трое мужчин перевозили его в канистрах. В Харьков везли сырье из валок. Здесь спирт должен был превратиться в брендовую украинскую водку. Подробности смотрите в сюжете. Эти мужчины перевозили спирт по просьбе друга. Хотели подзаработать. Поэтому без сомнений согласились помочь товарищу. О том, что в канистрах спирт, уверяют, узнали только при задержании. Хозяином добра оказался мужчина, который ранее в спиртотрафике замешан не был. Но правоохранители установили, именно он поставлял сырье для подпольного цеха в одном из гаражных кооперативов на Салтовке. Его правоохранители разоблачили несколькими неделями ранее. В гаражах производство брендовой водки работало около двух месяцев. Спирт там разводили с водой и заливали в бутылки с помойки. Потом тару до блеска натирали ацетоном и наклеивали акцизную марку. Таким образом, говорят налоговики, за несколько последних месяцев в киоски города попали десятки тысяч бутылок паленки. Данный спирт, по оперативной информации, поставлялся на Харьковскую область с России. Сейчас совместно с работниками СБУ устанавливаются каналы посыпления данного сырья в Харьковскую область. Водители не только потеряли друга, но и приобрели проблемы с законом. За незаконное хранение, сбыт и транспортировку с целью продажи задержанным грозит штраф с конфискацией продукции. На этой неделе в центре города горел жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Но эвакуировать людей пожарным пришлось при помощи автолестницы. Виновниками пожара жильцы дома на Краснознаменной, это недалеко от станции метро архитектора Бикетова, называют семью, которая большей частью бродяжничает. Во дворе дома на Краснознаменной как никогда людно. Посмотреть на дым, который валит из окна квартиры на третьем этаже, сбежали с десятки зевак. А это хозяева горящей квартиры. Несмотря на то, что утром никуда не уходили, как загорелось их жилье, не знают. Мы были дома вдвоем. Вы дома были? Да. А что первое загорелось? Я в кухне готовила, появился дым. В течение десяти минут густым едким дымом затянуло всю лестничную клетку. Десяток жильцов верхних этажей, в том числе трехлетнего мальчика, спасателям пришлось эвакуировать при помощи автолестницы. Чтобы погасить огонь, пожарные брали воду из гидрантов на соседней улице. Для этого пришлось перекрывать дорогу автомобилям. Сложность составляла в том, что здание деревянное, перегородки и перекрытие – все из дерева. Огонь зашел в пустоты, получился прогар между третьим и четвертым этажом. За час огонь погасили. Никто из людей не пострадал. В случившемся жильцы дома винят хозяев сгоревшей квартиры. Пожилая женщина и ее взрослый сын, по словам соседей, бродяжничают. Уверенной причиной пожара было их неосторожное обращение с огнем. Клам туда складывали. Вы просто на них подойдите и посмотрите. Там клам, там живут бомжи. Свет в обесточенный дом чиновники обещают дать в ближайшее время. Организуют и вывоз мусора изгоревшей квартиры. А вот кто будет возмещать ущерб жильцам соседних квартир, пока неизвестно. Милиция разыскивает Артура Кузнецова. Правоохранители подозревают мужчину в совершении преступления. На вид ему около 30 лет. Рост средний, волосы темные, короткие. Глаза тоже темные, брови густые, черные. У разыскиваемого широкий нос и большие губы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Артура Кузнецова, правоохранители просят сообщить по телефонам, которые есть на экране. Милиция разыскивает пропавшую без вести Елену Резниченко. Еще в 2004 году в селе Веденки Чугуевского района девушка ушла в школу и до сих пор о ней ничего не известно. Сейчас девушке уже 18 лет, ростом она около 170 сантиметров, волосы длинные, русые, глаза серого цвета. Если кому-то что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам, которые есть на экране. Родные ищут пропавшего Сергея Грицая. 14 октября мужчина ушел из дому, он проживает в поселке Хорошево и до сих пор не вернулся. Пенсионеру 76 лет и он страдает провалами в памяти. В день исчезновения он был одет в черные брюки и коричневую кофту. Родственники пропавшего просят всех, кто что-либо знает о его местонахождении, сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. В Черкасской Лозовой, это Дергачевский район, парень пошел на двойное преступление. Сначала обчистил чужую дачу, а чтобы замести следы своего преступления, ограбленный дом поджег. Правоохранители вычислили молодчика, но задержать его удалось не сразу. Этот парень ночью возвращался домой с дискотеки. Он был пьян, поэтому, когда увидел открытое окно в одном из домов, решил поживиться чужим добром. Он пробрался вовнутрь и вынес два телевизора, личные вещи хозяев и несколько бутылок со спиртным. Украденное парень решил перевезти к себе домой. Вспомнил про товарища, у которого есть машина. Другу соврал, сказал, что вещи передали его родственники. В момент и после совершения преступления, недалеко от домовладения, крутился, ездил автомобиль марки ВАЗ-21, Нива, зеленого цвета. При ходе дальнейшей отработки территории был установлен собственный владелец данного автомобиля, который подтвердил о том, что да, действительно, к нему рано утром по телефону позвонил его приятель, который попросил подъехать по такому-то адресу и перевезти вещи. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник решил поджечь дом. Видимо, насмотрелся зарубежных детективов, предполагают в милиции. Правоохранители отмечают, существенного урона пожар зданию не нанес. К счастью, у него ничего не получилось. Там площадь где-то сгораемая около 20 квадратных метров. Существенных причинен повреждений не было. А преступник, совершивший данное преступление, узнав о том, что его разыскивают сотрудники милиции, болотистой местностью попытался скрыться с домовладения. После определенных мероприятий его задержали. По факту преступления в милиции возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – грабеж и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Теперь задержанному, ему 26 лет и раньше он не привлекался, грозит до 6 лет тюрьмы. Такими были самые резонансные события последних 7 дней. Это была программа «За чертой». Смотрите нас каждый четверг в 8 вечера, а также в пятницу днем и в воскресенье ночью. Я же прощаюсь с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких. Абсолютная недоторканность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова